Мы продолжаем статью Равина Швензальца к Пароше Баешев. Правильно, это все связано с продажей Йосефа. Пока что мы обсуждаем его сны. Мы это начали в прошлый раз. Смотрите в записи. Сейчас мы продолжаем. Ну, хорошо, это уже как бы после того, как Йосеф рассказал свои сны, и дальше начинается реакция тех, кому он рассказывал. Первое, все отца, а потом братья. Окей. Ну, все, и это как бы уже оба-оба сна и с снопами, и с космологическими, это называется, или космогоническими, я не знаю, как правильно сказать, космогоническими, со звездами, с солнцем и с луной. Он все это рассказал. Окей. И теперь начинается реакция, ну, не зрителя, кому это было обращено. Приседор. Хорошо, Ань, давай начинай сделать крупнее, как тебе видно. Да это нормально, у меня свой текст есть. Ну, давай, давай, все, мы тебя слушаем. Так. И рассердился как бы его отец на него, и там, побронил его. Да, это такое слово довольно, по-моему, редкое. То есть, ну, в Танахе, не знаю, если оно еще надо посмотреть. А Ань, в Танахе оно часто используется, да. В современном эврите, честно говоря, во всяком случае, повседневной речи я не встречал. А когда хочешь сказать, поругай, 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 поругай. Ну, порицать что-то такое, типа, в общем, окрикнуть на него, закричать на него. Ну, в общем, Гаар, это он, это всегда отрицательное. А как сейчас говорят, если хотят сказать, что там, побронить кого-то, поругать, это так сказать сейчас? Ну, видите, на современном, как говорят? Там, отругал-то, не знаю, начальник отругал-то, не знаю, как это скажут. Смотри, в такой простонародной речи, от которой все обычно спускает практически все выражения и эмоции до нескольких просто самых общепринятых слов. Слово «я рад», то есть, как бы, спуститься, это вот одно из самых таких слов. «У я рада, у я рада, лав» это означает, что он, вообще говоря, типа, набросился на него и вставил. Ну, это, в общем, не слово, которое газетное или литературное. Хорошо, а там, мама отругала ребенка, там, папа или мама отругали ребенка, родители поругали, это как скажут. Что-то не приходит на богу. Ну, ас это все-таки нет, то есть, рассердилось это нет. Не знаю, не могу, честно говоря, придумать, хотя, наверное, что-то такое есть. Если бы, если подумать и все такое, то, наверное, я бы придумал. Честно говоря, прям так на ум не приходит, извиняюсь. Ну, ладно. Ну, оставь, ладно. Леватех, да, по-моему. Так, значит, так, разумеется. Разумеется, это не истинный сон, неправильный сон. Ну, да. Ну, ведь солнце и луна. Ну, как бы призвано представить, да, или не представлять. Какое слово, типа, должны, получается. Ну, типа, должны, да. Должны представлять, 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 это охуенно, что тут солнце и луна, и представлять собой родителей. Ну, да. Если так, аго, наво, ани, вэмха, вэ, ахэха, то нам, как же, ну, как бы, придем, что же мы придем, придем ли мы, я и мать твоя, мама твоя и братья твои, аэм. И так, аэм, и так, аэм, и мэха, вэ, хиха, наво, аэшта, и лээшта, и лээштаход лэха арца. И так, что, неужели, ну, как бы, может, действительно, даже, даже если действительно, если действительно, то я и мама твоя и братья твои придут, придем, чтобы тебе поклониться до земли. так что в самом деле в самом деле этот саласон в будущем исполниться не сможет ну да ну то есть он как бы это действительно так и есть что это ты видел там родители то как это могло быть что мама при маме умерла как же она придет кому-то то есть он как бы технически это пытался отбить это нереально ну да то есть он пытался главное по при по прямому смыслу главное главная линия якова это было прежде всего не допустить разлада в семье избавить как бы напряженку которая возникла тем чтобы отмахнуться и сказать ну послушай это чушь собачья причем тут мать мать давно умерла то есть и потому что не обращайте внимание на его сны но к сожалению все отбивается той фразы которая будет в конце не буду ее выдавать ну как бы возревновали ну да кина это да кина это как бы ревность ну да ну а кин уго ва 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 а халамот а а а а а а а скажу там пока то что там там салф букву вка сейчас скажу и кану так это что что шехалам 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 хэн бэглаль а куат а куат авием да значит казано что куат 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 авием так и братьеву возревновали к нему как за его сны и особенный хорегим это что-то типа хорегим это в современном тоже Это Йоцэ Миноклай. То есть это что-то, что выходит из баранки. Есть еще одно слово, которое более литературное. Это Йоцэ Дофан. Йоцэ Дофан это тоже. Йоцэ Дофан это тот, кто выходит среди стенок. Вы знаете, Тфаним, когда сука устроит, называется Тфаним. Кесарево сечение на иврите тоже связано, насколько я помню, с этими тоже Йоцэ Дофанами. Это изначально тем, что когда рожали всякие высокопоставленные женщины, типа дочки царей и все прочее, им тоже делали кесарево сечение, чтобы они сильно не мучились. Вот это вот Йоцэ Дофан, это тоже. Есть некая разница. Харик, я не могу точно сказать по-русски, но на слух есть разница между Харик и Йоцэ Дофан. Йоцэ Дофан это исключительно. А Харик это тоже исключительно, но какой-то другой синоним. Это более такое стандартное, необычное Харик. В общем, его возненавидели брать, как за его такие особенные сны, которые он увидел, так и Беглаль, Дугуват, Авем, так и за тот ответ, что дал его отец. Ну да, я же тоже как бы сказал, да. А Яков Луя Гарво, то есть Яков как бы не поругал его, то есть как бы напрямую ему... Ну не наехал на него современным языком, наверное, да. Так, значит, братья за вот эти вот какие-то его пустые претензии. Ну не совсем Юмра, Юмра это значит что-то претендующее, то есть претенциозные по-русски. Я говорю, что пустые какие-то претензии на него. Ну подожди, но не пустые, подожди, но не пустые. Претензационный означает человек, он претендует на что-то. То есть явно Юсеф, он себя оставил выше всех, а вот это называется Юмра. И на современном языке тоже называется Юмра. Ну что, Юмра... Это вот как раз произносит... Да, наверное, это да. Хотя непонятно, почему Алиф стоит в конце. Это вот оно и здесь, из десяти лечений. Ну, наверное, да. Потому что пустые, это вот оно и есть. Да, за пустые выпендриваются. Ну да, за эти вот пустые. За пустые выпендриваются, на пустом месте выпендриваются, да, окей. Так, его братья, вы за его, так сказать, невзлюбили, за его вот эти какие-то претензии на лидерство. Ну, также за вот эти вот... Вот Уэн, это тоже претензия, как это, подавать иск или что-то такое. Это вот, значит, уникальные условия или что-то такое. Это что? А вот следующая фраза. Нет, подожди, Итмамеш. То есть есть разница, почему на него... Причина, по которой сердился брат, братья и Яков. Яков в основном... То есть у Якова ничего нет. Как это такое, что вообще, почему ты над ними, над нами возносишься? А, вот, сейчас я поняла. Значит, Яков ему высказал, не высказал за его пустые претензии, но просто сказал о том, что его сон какой-то, ну, нереальный. Нет, Лоид Мамеш-то не осуществится. Мимуш – это осуществление. От этого слова «мамаш». Высказал за то, что ты вообще, как ты можешь претендовать на главенство, когда ты его, как младший брат, и вообще чего-то тут вообще... Да-да-да, то есть... Он должен был сказать гораздо более резко. А тут ему, им не понравилось, что он как-то просто пожурил его, что вот... Да-да, сейчас будет та самая фраза, которая переворачивает все, что говорил Яков до сих пор. Да. Да. В Авиф Шамар. Шамар Захар Эд Адавар. И отец сохранял, то есть запоминал, вот запомнил. Захар, да. Захар. Захара Эд Адавар запомнил. Попомнил его слова. Не понимаешь, что такое Шамар. Запомнил это слова. Что хранил. Но хранил в смысле, что он как бы запомнил. Попомнил, да. То есть это означает, что если бы они были все лошадь, человек был запоминал. Понимаешь, что у него было какое-то чувство внутреннее, что в этом, в общем, есть сильное что-то. Поэтому это запомнил. А почему же он тогда так гаар? Почему же он так на него наехал? Ну, по-видимому, для того, чтобы снять напряженку с братьями. Пытался как-то урегулировать этот конфликт. Во всяком случае, снять его напряжение. Окей. Так. Ахальпи шебе хок. Амишпа ха. Хук. Я фук. Хука мишпаха. Яков Амар. Шэ халамонт Йосеф. Эйнам. Элли. Халамонт. Элли. Ну да. Акус. Захарет. Ахалон. Шэ кэн. Хэймин. Да. Аэцю. А шэ. Ацура. Ацура. Да. Шэра цура. Бо. Бо. Мышмаут. Ну да. Так. Значит, запоминал Десны. Несмотря на то, что бы хука мишпаха, как бы. В кругу семьи. Хук это в кругу семьи. То есть, ну в кругу семьи. В современном иврите. А несмотря на то, что в кругу семьяков объявил, что сны Иосифа не что иное, как пустые, так сказать, фантазии. А Эбель от слова Эбель, как Каин Вейбель. Да. Но, однако, он запомнил сон, который Хэймин, Шэхэн Кэй Хэймин, увидел в нем, ну, как бы. Увидел в нем. Шэкэн Эймин. То есть, он да, поверил. Да, поверил, что Эцура, Бо, Мышмаут. Есть в нем некий скрытый хук. Слово, про которое можно еще сказать, это вот хук, очень распространено в современном иврите, те, у кого есть маленькие дети, ну, и не только, в основном, конечно, маленькие. Хук это то, что по-русски кружки называются. Хук-балет, хук-целум, хук, все, что хотите, это все называется хугим. Но, с другой стороны, действительно есть в том же смысле, в котором здесь, когда, например, говорятся бы хугимы, не знаю, мимшелтием, бы хугимы динаем, бы хугим. То есть, в кругу кого-то, как по-русски говорят, в кругу, это тоже хук. Окей? Так. И, пока будут силы, потом я тебя сменю. Хорошо. Ну да, и начинаем следующую историю. И сказал Исраэль, ну, Яков Иосифу, не пошел бы ты, как бы, братьям своим в шхем. Леха, иди, Леха, Леха, то есть, показывает, что это Иди, все, ну, что есть, во что Иди. В Эшлахэха, Алейм, и, как бы, сейчас скажу, Леха. Ну, я тебя посылаю, как бы, к ним. Правда, я отправляю, я тебя, правильно что-то. Ну, хотя, по смыслу, это очень странно. То есть, если он чувствовал, что между ними есть напряжение. Ну, вот я тоже как-то непонятно. Они его изненавидели, как бы, зачем ему в западню подставлять, зачем отправлять его куда-то к братьям, которые его ненавидят. Не очень понятно. Ну, может быть, сейчас это объясню. Тут то дело, что как-то странно. Да, это как-то не ложится в схема. Окей, ну, как объяснять дальше, что называется? Кивун, Ше, Ацон. Киван, 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 да, Киван? Ше, Ацон. Да, да. Асиют. Асуёт. Асуёт. Ла-Им-Цэ. Ла-Им-Цэ. Это всё нормально. Да, ну, находиться. Да, Ла-Им-Цэ как неправильно. Не фальс в смысле. Так, находиться. Ла-Им-Цэ. Ше, ше, бэвот, ахадэшин, михуц, аладир. Ну, да. Так, поскольку, или в связи с тем, что овцы как бы привычные находятся... Да, написано скот, но потом стоит во множественном числе. То есть, по скотах как бы, да. Находиться в этом самом, за пределами как бы этого, ну, загон, аладир это типа... Ну, да, дир это загон, да. Загон. А, ше, а, ше, вот, ше, вот, выхудаши, вот, неделями и месяцами... Ну, да, почему она... Они не то, что ушли сегодня там в ночную, а вечером вернулись. То есть, они там, то есть, они там жили просто как вот... Ну, а потому что они уходят на очень многие сроки месяцев. Они с сезонами, с сезонной такой вот, их там месяцами держат на каких-то пастрищах. Вот, векен, ирхику, ванаф, 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 мы хеврон, а чхэм. Они находятся в хевроне, а почему она ушла? Да, удалились, удалились братья его из хеврона, ушли братья из хеврома до шхэму. Да, сейчас я встану, секунду здесь закрою окно, потому что народ говорит. Сейчас, ну, можешь читать дальше, мы с вами. Так, Яков Хая Мэн Йен Алиш Мур Эль Кэшер Атэм. Да, секунду, я отошел, как ты говоришь? Вот конец фразы, окончание фразы. Да, Яков Хая Мэн Йен Алиш Мур Эль Кэшер Атэм. И Яков был заинтересован, как бы, чтобы поддерживать связь с ними. Ну да, то есть, поскольку они находились долгосрочно там. И перемещались довольно далеко от дома. То есть, начали из хеврона, дошли до шхемы. Он был заинтересован в связи с ней. Поэтому, как бы, в такая бедила одежда, что он послал туда, послал связиста. Именно Йосефа, но опять же... Так, а вот интересно узнать, а никто у нас не хочет почитать еще из присутствующих? Да, народ, если кто-то хочет почитать, скажите. Мы сразу сюда делаем трибуну. Ну, народ, похоже, безмолвствует, но слушай, кто-то уважает. В тот момент, опять, когда ты устанешь, скажи мне, я тебя сменюю. Ага. Ну да, очень на Акиду похоже. И ныне, значит... Ну, типа, я готов, я здесь. Я готов, да. Это всегда, как бы... Ну, я не могу сказать всегда. Это тоже вот называется юмра с моей стороны. То есть, как бы, я претендую. Но мне кажется, что это слово идени, это всегда слово готовности. То есть, точно так же, как Авраам, вот он был тут же, не раздумывая, сказать. Да, и ныне, все, что скажешь, я сделаю. Здесь, похоже, такая же ситуация, когда Йосеф говорит отцу, все, что скажешь, я сделаю. И ныне. Да? А вымерло. Лех нареет шалом ахеха вет шлом отцом. И сказал ему, видимо, Яков, иди-ка, пойди-ка, посмотри. Как бы, поздоровали в мире ли братья? И поздоровали и овца. Да. Вот. И принеси мне, значит, ответ. Или принеси мне, вернись с ответом. Ну, да. Ну, даже не ответ, а просто, как бы, оцени обстановку и расскажи мне обратно, что происходит. Да. Сафер ли. Сафер ли. Сафер ли. Сафер ли. Курот. Аль ахиха вет отцом. И расскажи мне, объясни мне, обскажи мне о том, что, ну, о происходящее. Да, что происходит. Да, курот в смысле происходит. Курот – это событие происходящее. Да, как на иврите будет биография, когда человек поступает на работу, да, и ему говорят, принести что? Как называется? Курот хаин. А, курот хаин. Это то, что на по-английскому какое-то страшное слово, кури куле, что-то такое. Вот. Кури 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 кури. Да, на иврите называется. А, кури кури кури. Да, слово ли крот, слово происходить. Не надо путать. Часто путается ли крот, потому что считается практически одинаково, да. Если с алофа на конце, то это читать. А если на конце ЗЭЛ, который превращается в ТАВ в конце, ЛИКРО, это происходит. Очень распространенно на иврите, очень распространенно, когда два человека встречаются, один другого говорит МАКУРЕ. Это такое очень распространенно народное, один говорит другому, меня это обычно меньше. Что-то не означает, что надо тут же начинать рассказывать, что происходит. Обычно человек говорит БЕСЭДЕР и все. Вот сама фраза говорит МАКУРЕ, 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 когда встречается, тут начинается фраза МАКУРЕ, МАКУРЕ. Вот это вот КУРЕ, а вот это вот слово. Окей? Ну хорошо, будешь читать дальше? Так, вышла ХЕУ, МЭЭМЕК, ХЕВРОН и отослал его или послал его из долины ХЕВРОН. Про ЭМЕК это долина. Есть очень известный сыр в Израиле, который называется АЭМЕК. АЭМЕК имеет в виду какая-то определенная, как ты сказал, долина, ЭМЕК это ну типа долина, да. От слова АМОК, то есть это что-то такое глупокое. Углубление. Углубление, то есть у тебя есть какие-то возвышенности, а между ними углубление, да? Ущелье, ущелье как-то. Да-да-да, вот этот сыр АЭМЕК. Так, ОМНАМ, ХЕВРОН, МЭМУКАМ, МЭГАРИМ. МЭМУКЕМЕТ. И ИР это всегда женского рода. Так, хорошо, разумеется, естественно, известно, ХЕВРОН расположен в горах. АМНАМ связано с АХ, правильно? АМНАМ это, в данном случае, ХАТЯ. ХАТЯ. Ну, хорошо, ХЕВРОН расположен в горах. АХ и ТАКТЕН. ХЕВРОН, ШЕМЕШПАХАТ ЯКОВ, ИШВЕ, ГЕШВА, БЕМЕ, ШЕБУШУЛАЙ, ХЕВРОН. Однако, в самом деле, возможно, что семья Якова, ИШВА, так как это вернулась, что ли, вернулась. Ну, на границах ХЕВРОНа, ШЕВАЙ, провинции, не в самом ХЕВРОНе, а в провинции. ШЕВАЙ, ШЕВАЙ, ХЕВРОН, КОТОРАЯ НА ГРАНИЦЕ, НА ГРАНИЦЕ ХЕВРОНО. НЕ В САМОМ ХЕВРОНЕ. То есть, ему надо объяснить, по-простому он должен был сказать, ВЫШЛАХЕОМ и ХЕВРОН. Почему ЭМЕХЕВРОН? Что такое вообще ЭМЕХЕВРОН? В современной географии такого нет. Я не слышал, что говорит ЭМЕХЕВРОН. Поэтому он объясняет, что ЭМЕХЕВРОН, на данный случай, понятие, что это не сам ХЕВРОН, какие-то провинции ХЕВРОНцы. Они жили не в самом ХЕВРОНе. Ну, в окрестностях. В окрестностях, правильно, да. Так, хорошо. А, ВЫЯВОЙ, ЮСЕФ, ШХЕМА. И отправился ЮСЕФ, значит, в ШХЕМ, по направлению к ШХЕМА. Ну, ВЫЯВОВ, все-таки, это пришел, я думаю. А, пришел, да, ЯВОЙ, ШХЕМА. Ну, к ШХЕМА. ВЫЯВОЙ, Ю, ИШ, ВЫЯНЕ, ТОЭ, БАСАДЭ. И обнаружил, или обнаружил человека, ВЫЯНЕ, ТОЭ, БАСАДЭ. Нет, обнаружил его человек. А, вот так. А, вот нашел его человек. И, вот, заблудился он, БАСАДЭ, в поле, как бы, блуждает он в поле. То есть, ЮСЕФ заблудил, стоит человек. Ну, сразу, по слуху, это дико режет, что значит ИШ. Ну, это, так и так не говорят. ИШ, это означает, что его все знают. Это что-то такое особенное. Это не некто. Это его нашел там, ну, можно сказать по-русски некто. Ну, понятно, что речь идет о каком-то ИШе персонале, который, который известно, кто он такой. Ну, до сих пор, до сих пор, толкователи спорят, кто же это был за человек. Ну, да, ну, понятно, что, как бы, речь идет про что-то. Надо понять, что это за человек. ТОЭ, это тоже очень распространенное слово, совершенно нормально. ТОЭ, это ошибаться. Когда говорится, Лу, а ТОЭ, нет, ты ошибаешься. Когда говорят КАДУРТУЭ, то есть ошибочная пуля. Что значит ошибочная? Это которая, например, кто-то, не дай бог, стреляет в кого-то. А вот пуля, которая... А, шальная пуля по-русски, правильно. Да, шальная пуля. Шальная пуля, да. Окей. Так, хорошо. Ламрод ше хипес. Квуца. Шлема шелру им. В им им им. Имам. Имам, имам. Имам ло ктаним. Кто, кто? Подожди. Имам кто? У Йосиф, наверное, имам. Имама дарим. Имама дарим. С ними, с ними стада. А с ними и стада. Значит, несмотря... Ламрод ше хипес, несмотря... Ну, несмотря... Хотя он... Ше хипес, квуца... Он искал, Йосиф, целую группу, полную группу овец. Их там 11 пастухов. То есть это вообще целый контор. Большая стада овец. И она немаленькая. Локта немаленькая. Стадо овец. Вы имам с ними. Должна быть немаленькая группа. Вся эта коллектив. А Йосиф... Иткаше... Каша лимцаем. Каша лимцаем. Затруднился с их поиском. Ну, да. То есть это была большая группа, которую трудно было не найти. То есть понятно, что они как-то выделялись. 11 человек. И, по-видимому, у каждого еще было какое-то свое количество или свое стадо, которое он пас. То есть вообще был это огромный колхоз, грубо говоря. И, тем не менее, он их там не нашел. Окей? Поэтому должен был... Он обратился к человеку, по-видимому. Спросил... Слушай, ты не видел тут моих братьев? Окей. Вешалеу, аишлеймора, ма-те-вакэш. И спросил его человека, говоря. Кого, что ты ищешь? Ма-та-мэхапэс. Ма-та-мэхапэс. Да, это по-простому, да. Но, опять же, вот это вот... Есть какие-то вещи, которые даже на простом, на слух, они говорят, что есть какая-то символическая беседа. Как, опять же, мы сравнивали вот это вот иные неправильно. Здесь это как-то походит. То есть как там беседа Всевышнего с Авраамом. Все время такое ощущение, что там у нас есть протокол беседы. Но он не целиковый. Как бы там за сценой все время что-то происходит. Да, в Кикор там есть комментарии. Вообще наши комментарии, конечно, есть. Здесь тоже, да, человек его говорит. Ма-те-вакэш. Вот слово тевакэш, оно режет слух. То есть, а что ты вообще хочешь? То есть, как бы, он спрашивает его не географических координатов. Тем более, он первый обратился к Йосефу. По идее, Йосеф должен был спросить, слушай, где вот мои братья, и все. Это был нормальный разговор человека, который просит помощи в навигации. Правильно. А человек к нему обращается, он говорит ему, а что ты вообще ищешь такое типа по жизни? Что вообще происходит? Это как бы сразу настаивает. Ну, поскольку, что инзакция идет по простому смыслу. Он говорит, ма-те-вакэш, что ты ищешь вообще? Видишь, человек там крутится и что-то такое ищет. Окей? Да. Вайомер, это Ахэй, Ахай, Анохи, Ахай Анохи на вакэш. И сказала, братьев моих я ищу. Ну, да. А Хагида, Хагида на ли, эйфо, гэмру им. И не скажешь ли ты мне, куда или где они послутся? Послутся. 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 Ну, да. Вот это тоже очень знаменитый. Это Ахай, Аниме Вакэш, Амаким Вакэш. Братья. И в современном английском это вообще просто Ахэй, это типа братан по-русски. Это говорят все просто. На улице совершенно незнакомые. Ну, конечно, все-таки более-менее молодежь. Там посту нельзя такое сказать. Но на улице молодежь вся. Я тоже, честно говоря, у меня дети приучили. Это уже ко всем тут же человек говорит Сахима, Тауце. Поэтому это слово Ахай, оно особенно современному ивритскому уху, оно как бы так звенит. Это Ахай Аниме Вакэш. То есть это как бы вау. То есть я вообще ищу своих братьев. Ну и кроме того, на мой взгляд, это аллюзия или как бы относит нас к истории Каина Вейвеля, да? Когда Всевышний спрашивает. Где брат-то где-то. Да, где брат твой, а он говорит, а шо мэра, а шо мэра, ну кила хиха, а чё я ему, брат, что я ему, сторож, что ли? Грубо отвечает, правильно? Поэтому это все очень символический разговор. И человек, который был сказан, что это человек, что за человек, и весь разговор, он явно имеет символический характер, да? Окей. Ну и как что она пишет? Так. Быводай избир кайцатвэм нир им. Да. У векеш. Да. Мэда. Мэда. Мэда инфа. Мэда мин аиш. Ну да. Так. И выводай, ну как бы, конечно, или без сомнения. Быводай-то, конечно, да. Конечно. Я подниму буду. Мэда рассказала, объяснила, как они выглядят. Да. И спросила, как бы информацию. Ну информацию, да. Информацию, да. Избир объясняет. Избир объясняет тоже. Но имейте в виду, что Иосиф, наверное, объяснил тому человеку, конкретно, кого он ищет, что там люди. Да, да, да. Избир тоже очень слово, очень в традиции известное. Вы знаете, есть, например, но кроме того, что асбара – это объяснение. Например, израильский, там, я не знаю, по-моему, даже министерство, асбара называется. То есть асбара – это… Знаете, как по-русски правильно перестанут? Может, в России тоже есть такое, да, только другое объясняют. Асбара – это типа информбюро, да. Асбара – это та, которая объясняет действия кого-то. Но кроме того, в традиции есть известное слово, которое называется свара. Асбара – это некоторое логическое объяснение некоторому вопросу. Если я не ошибаюсь, проверьте меня. Мне кажется, я не глупость говорю. Была ткуфа, которая называется… Суворим, по-моему. Не очень правильно произношу. То есть ткуфа – мудрецы, которые назывались, которые занимались… А, Суворим, Суворим, да, Суворим, да, Суворим. Все от слова… Они там промежу затесались, между там решением охраны. Да, 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 да. Какая-то группа… Да, 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 да. Это вот все, все вот этот вот избег. Окей? Окей. Ну, хорошо. Кто-то хочет читать? Еще раз объяснение. Вот Наталья присоединилась. Если кто-то хочет читать, пожалуйста, можете не поднимать руку, а просто открывать микрофон. Окей? Ну, хорошо. Будешь читать дальше? Да. Наверное, так. Значит, у Викеш ми эмейдан ми наиш. И спросил информацию, да, от того человека. Ну, да. Объяснил, как они выглядят. И спросил вот так ему. Вайомер аиш нас умезе. И сказал человек, как бы, ушли микен. Откочевали они отсюда. Микен. Ну, да. Хотя на судье, на влите, на сия, это связано с моторизированными средствами. То есть, когда человек идет пешком. Уехали. То есть, не просто пешком. На сайт уехал. На современном. Уехали. Уехали отсюда. Ну, как бы, здесь только уехали. Хотя, понятно, что машин не было. То есть, они его ногами учли. То есть, они его ногами учли. Так. Киша мати, отем умрима. Ибо слышал я, как они говорили. Зелазет. Говорили друг другу. Нелха дотана. Пошли, пойдем кавдатан. Да. Ледотан он тут объясняет. Да. Вемин астам, ахэн, гигиу алашэм. Ну, да. И, вероятно, наверное... Да, ну, вемин астам, то есть, по-простому. То есть, как же, они продашли. Да, или туда. Там они сейчас, там они находятся. В елях, Йосиф, ахар, тэхав. Да. В елях, Йосиф. Йосиф, ахар, эхав. В ем, цаэм, бэдутан. И отправился, значит, за ними, Йосиф, по следам братьев. И обнаружил их в этом самом дотане. Да, я только хочу вам сказать, что... Ну, вы, как бы, и так понимаете, но теме еще раз подчеркиваю. Что понятно, что мы говорим, что Раф, один штензальц, он дает, как бы, накладывает сетку прямого смысла. Даже не просто пшат, я бы сказал, а просто вот сетку некоторого логического смысла, превращая это в некоторый, ну вот записанный логический рассказ. Вот это вот истории, продажи, спуски, египет. То есть мы находимся на пороге новой евреи. Вот это вот, да, многие комментаторы говорят, что это человек, который сказал, Йосиф, уйди вот туда, там я не... Да, 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 да. Это был какой-то... Вообще не человек, это был ангел, потому что... Да, да, да. Он его не встретил, он ему не сказал, иди туда, то вся история пошла бы другим путем. Да, да, да. То есть здесь... Такого ничего бы этого не было бы. Да, мы свидетели некоторого исторического перекрестка. На этом перекрестке стоит некто. Он мог Йосифу сказать, иди не вправо, а иди налево. И типа того, что если бы Йосиф пошел налево, то вообще бы всего бы этого не случилось. Либо случилось бы не так. Но это опять создает у читателя ощущение некоторого начерченного плана. То есть евреи должны были спуститься в Египет. Как это произойдет? Вот, по-видимому, по разыгранному сценарию. Да, ну вот, кстати, интересно. Ведь там насчет колоссий, фотоцент, уже обычно комментаторы замечают, откуда колоссия. Они же были скотоводы, а что это вдруг колоссия? Это тоже правильно. У них была какая-то земля. Это их не удивило. Хотя в основном они занимались именно... Да-да, это есть такой... Когда фрауных спрашивают, когда фрауных спрашивают, а кто вы такие? Они говорят, а мы вот тут завет спасем. Да-да-да. То есть они не близи... Ничего другого вообще не по другому не знаем. По-видимому, какой-то надел у них был там для скота, для себя, для хлеба, наверное, скорее всего. Это у них не выяснилось вопрос. Но то, что этот человек, он его посылает по историческому проспекту, по которому он должен идти, это явное ощущение от этого куска. Но Раштензаль заставляет это как бы за описанием, потому что это не смысл его комментариев. Не его, да, не его задача, да. Ну да. Так, хорошо. А вы, о, то Мерахок, и братья имеется в виду, увидели его издалека, левадо уймин астам бемаком мевудет. Мевудат. Мевудат. И, значит, одного увидели его издалека, левадо, видимо, в одиночестве, именно там и, вероятно, бемаком мевудат. И вместе, как это, тоже в каком-то... Не одинок, а как это называется. Место пустынное и безлюдное, что-то типа того. В каком-то безлюдном, да. В каком-то безлюдном, да. Там никого не было. Они увидели его в одиночестве и в безлюдном месте. Хотя, ну, опять я говорю, ну, как бы, может быть, зря я это повторяю все время, но все время такое ощущение, что здесь есть два уровня. Уровень простой, который нам все время объясняет Рафштензальц, вот. А с другой стороны, все время из, как конкретно, из слов того, каким стилем описывает Тора, все время ощущение некоторого символизма. Потому что тоже, как это сказано в Еро, о том Мерахок, не очень, как бы, ну, с точки зрения, как бы зрительного, означает, что они просто издалека его увидели. Ну, что значит, издалека его увидели? Ну, понимаешь, они в какой-то момент увидели, там же не туман был, да, правильно? И вот это вот Рахок, Рахок, это на другом уровне объясняет, что это, например, Рихук. Рихук, это означает отделение, то есть отдаление кого-то от кого-то. То есть они, когда он к ним приближал, когда они его увидели, во-первых, у них было время, первое с собой посовещаться, что с ним делать, сейчас это будет видно. А с другой стороны, они как бы отделились от него еще раз, то есть они поставили всех в другую сторону. Ну да, то, что он уже не брат. Ну да, то есть они к нему стали предлагать такие вещи, которые, естественно, по отношению к братьям такого не делают. То есть они задумали, грубо говоря, его убить. Вот это вот, то, что они его увидели издалека, это означает, что они его увидели вообще вне своего семейного круга, как пришельца, либо даже врага, который к ним приближается. Но, естественно, опять же, что называется, я спать не пишу. Окей? Дальше. Икраф, да, правильно. Икраф, да. И до того, как приблизился к ним, Ну да. Ну да. Задумали, замыслили. Это всегда отрицательное слово. Это решить, задумать, но что-то гадкое, плохое, противное. Да. Это современные люди тоже говорятся. Умит на кельбо. Уит на кельбо. То есть, это означает, что он на него напал, но не в смысле физическом, то есть мордобой начался. Аит на кель, это означает, что он ему стал всякие гадости делать. Например, ну, не знаю, стал всякие гадости делать. На работе, например, там, есть риф, ссор между соседними. Уит на кельбо. Начинает ему там, не знаю, провода портить, еще что-то какие-то гадости делать, там, дверь ломать или что-то. Это называется этно-кель, этно-клуб. Да, поэтому это вполне нормальное слово, которое сегодня... Годить кому-то на тебя. Да, вот они, это тоже этно-клубой, это в смысле, что они задумали что-то такое против него гадостное. То есть, они не просто на него налетели, да, а они этно-клуб. У них было времени, пока он приближался, у них было время задумать свой вот зверский план. Да, и злодейский план, правильно сказать, Легамито, более того, легамито, но умертвить, да, чтобы они задумали просто его убить, просто задумали его убить, но каким-то, видимо, способом, да? Окей. Так, снайтам, снайтам, синатам, то есть синатам. А, синатам, то есть их ненависть, клопав к нему, по отношению к нему. Айда, ка, коамука, коамука, вы, кицунит, к нему была, была так и так глубока и прям кицунит, так до крайности. Ну, радикальная, известная, радикальная история. Экстремистская. Кицуни, это же какой-то радикал экстремист. Кицуни, а слово пец, конец, то есть крайняя, крайняя, ну, не знаю, как по-русски правильно говорить, радикальная, как сказать. Ну, крайность, крайность. Они его ненавидели, то крайность. Я достигла прям вот вообще до предела, даже по-моему. Да. Так что, когда Пакшу встретили, они его в одиночестве, в одиночестве, в одиночестве, хорошо, увидели его в одиночестве, так сказать, за пределами дома отца, то есть в доме отца они не решались этого дела, но когда они его увидели в одиночестве, у них что-то зашевелилось, зашевелилось в голове. Да. Иторера, баэм, амашалла, амишалла, 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 алефатер, лей ипатер, лей ипатер, как сказать, избавиться от него. Избавиться, да, по-русски избавиться. Пробудилось в нем, амашалла, вот это желание, как бы стремление, и лей ипатер, избавиться, да, ну, избавиться от него, да. Да. Так, амишалла, амишалла, и сказал, ну, сказали они друг другу. Друг другу, правильно. Друг другу. И не бааль, ахаламот. А вот и наша сновидецкая. Ну да, но это с таким, с издевкой, конечно, сказано. Ну, понятно, господин, господин. А он этот самый, сновидец этот идет. Ну-ка, давай сейчас ему устроим, пусть кинулой. Да. Так, значит, и бааль, ахаламот, ахаламотав, аэмитсум, это, это важное слово, ээциму, 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 аэциму, усилить, но это что-то, укрепить, усилить. Да, как на иврите бау сверхдержавы? Маатсамот. Маатсамот. А вот это уже слово, да, это усиливаться, ну, даже сильнее, например, лид хазек, лид хазек, это тоже усиливаться, да, слово хазак сильный, а ээциму, это, это даже надо посмотреть, как бы русские синонимы, вот, халамутав, и циму, этсинатам, ну, по-простому просто усилили, но это даже сильнее, чем усилили, еще более сильнее, чем мы усилили, да, утвердили, как бы, типа этого, да. Ээциму, эт, как там, сонет, сонет, сонетан, да, синатан, синатан, клопав, и его сны усилили, ненависть, их ненависть, да, вот, это мэм, это их, понятно, да, синатан. Почему, откуда этот тап берется, ну, чуть-чуть грамматики, откуда берется, их, их, их ненавистью. Я написал, ну, откуда берется этот тап по грамматике? Откуда берется, откуда берется, тап берется от того же сина женского рода. А, ну, потому что для того, чтобы приставить сюда мэм, и, надо поставить тап, потому что это женский род, синатан, да, окей. Синатан, клопав, валькэн, Валькен, 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 Валькен. Валькен, Валькен, Валькен. Валькен, 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 Валькен, Валькен. Валькен, Валькен, Валькен. это означает возгораться, то есть либо так, они себя еще подогрели, то есть у них это было где-то, они же не говорили, наверное, все время про него, но у них это внутри где-то было как только они его увидели, они тем, что они его тут же назвали Баря Холомот, это тут же вернуло их на ту стезю, где они хотели быть то есть они вообще себя завели вот, да, они себя завели, вот, они себя завели, завели в смысле, как Матозова а вот так, ну, это женский род вот так, ее, ее враждебность Лебота значит они ее подогрели это вот Эвия или как она будет называться, это враждебность Эйва Эйва, но она женщина, значит они ее, она у них разгорелась, они ее еще и Лебота, правильно, Лебота да ну понятно, хорошо Алазе Агу да, вот этот вот Гейт, понятно когда стоит Гейт, вначале, то он превращает как это называется, повествовательное предложение в вопросительное хотя и нет знак вопроса да, Алазе это означает Агу Питуй, Амуре Этому ли то есть вот надо представить вот это вот Алазе это то, что надо к глаголу представить Ли пришел Ли А, Гала Галазе Галазе, да как это вот, вот типа пойдем на Крут Юсеф А, ААЗ не, если я немножко неправильно сказал они его называют как бы в третьем они называют в третьем роде этот Ли этот Ли они ему говорят смотрите, Юсеф пришел Акшлану пришел Иш пришел они ему говорят вот этот-то пришел вот это по-русски это вот так а смотри вот этот-то поперся вот он к нам пришел то есть было понятно что у них это вот выражение уже отчуждения да, да амуре 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 указывающие указывают на Этнахруту отчуждение как на еврейте будет чужие 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 нухри нухри поэтому есть всякие галактические вещи когда что-то имеющее отношение не к еврейскому называется нохри нохри не еврейский хлеб или там яй нохри или там называется пянохри то есть парик который не знаю сделан не евреем типа этого халаф нохри вот например да, есть люди которые сильно устражают и не пьют молока а именно только вот не знаю еврейской коровы подойдной евреем не знаю точно подробности называется халаф нохри но вот это вот нохри это вот отсюда глагол этнокрут этнокрут здесь это как это называется существительное этнокрут это отчуждение битуй и амур этнокрут то есть это выражение а этот ли да вот этот ли который показывает на их отчуждение по-видимому да окей Йосиф аяб кэзар и так оен получается оен оен да оен Йосиф был в их глазах кэзар как такой враждебный враждебный чужая чужая страна чужая чужая ну чужак а чужак да зар зар это чужой чужак зар это чужая зар это всегда чужой правильно а вот он и не прыжок а вот он и прется да вот он идет да 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 и давайте пойдем и убьем его да 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 оборот да и бросим его в одну из ям ну колодцев ям да правильно ну имеется ввиду такой для сбора воды как я понимаю находились там такие специальные да потому что сейчас Раши будет объяснять что он был пустой да оборот амацуим амацуим да амацуим бэзрот в амарну который находился вот этот мацуим бэзрот который находился внутрь ну которые находятся в этой местности да вэмру вэмру хая раа ахалат ахаладу ахалатеу я думаю и скажем зверь дикий не скушал его то есть у них было время они увидели вверху просит отец у них было время задумать этот этноклуб а мы скажем что его скушали ну растерзала все это не скушала растерзала растерзала а как он может ее найти ну послушаем но бэзэда хотя тоже ахлеву не очень понятно ну да то есть правильно писать тарфеу и троф это терзать там дальше там будет даже что но не спутала все таки куша нет на обед дай растерзала они задумали некоторый план окей так не было время обдумать этот план пока он до них дошел так кивон шэмбэ макамод киван поскольку киван поскольку шэмбэ макамод макамод в местах обилти мэйушвим 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 в необитаемых местах правильно мацуют да хиютбар хиютбар водятся хайотбар дикие хайотбар водятся дикие звери да бар слово в танахе как минимум имеет два значения правильно совсем недавно то есть еда у нас была еда еда правильно есть шевер бемицраем бар шевер это все есть припасы поэтому Яков уже дальше будет отправлять братьев сюда на встречу с Юсефом выдается бар а кроме того бар это дикий это то что вайлд на английском когда хотят сказать вот эти дикие звери но в современном веке хайотбар я не знаю как это по-русски сказать есть домашние которые живут при людях правильно они называются хаят махмат обычно не от слова они с людьми живут а махмат они как бы прелестные милые симпатяги это называется хаят махмат вот у нас там две кошки живут собака только что была обратно отдали сам хозяевам вот а есть еще хайотбар хайотбар которые живут на природе сеть магазинов которая продает еду для питомцев животных называется хайбар ну все вот это на тему бар но данное объяснение простое что они задумали план поскольку это место было незаселенное необитаемое то там как бы по природе водились дикие звери и в общем можно было бы скрыть как они истрыли убийство йосефа тем же сказать что его растерзал какой-то дикий зверь который там бродит в это округ окей вам имнишаль аль горало если спросить про его так сказать судьбу айвуси нохэль алитлот нухаль нухаль я думаю здесь имнишаэль то есть нишаэль это означает что если нас спросят ну не так думаю что это они-то не будут спрашивать если нас спросят будем спрошены будем спрошены правильно если если будем спрошены по-русски мы просто обычно выражаем этим определенным предложением кто-то там спросит нохэль нохэль литлот этмото бахая торафа 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 да сможем мы ну литлот как бы возложить его смерть ну возложить связать в смысле да при переписать его смерть бахая правильно да зверю как бы его растерзал ну да хаяторф это тоже определение терзающему терзающему зверю хайот бар хайот бар мы сказали что дикому дикому злому злому а есть еще хаяторф это то что по-русски называется хищник хаяторф хищник литров это вот литров это терзать правильно и поэтому это то что не кошерно правильно и поэтому известный как бы галактический термин трефа трефа это запрещено есть растерзанное живот так есть даже такое выражение зе трефа бы зе навела то есть и это гадость в коре как это и не слаще ну да зе трефа бы зе навела то есть и трефа и навела с точки зрения галактического но и то навела это которая я прошу которая померла померла да это сдохнувшее животное а трефа это которая растерзанная да окей и посмотрим что чем будут его ну да это с издевкой это они привязывают к снам ну да он даже не стал штензальс надевать что и так понятно что они это сказали с издевкой сейчас давайте-ка его это самое пришьем бросим ну-ка посмотрим как его сны осуществятся окей то есть типа того что если он такой сновидец ну ты давай спасай пускай они поклоняются тебе ну то есть зверски очень берегут себя зверски просто окей теперь начинается теперь называется перу теперь называется подробности подробности как даже по-человечески удивительно прям вроде бы ну они же все-таки не такие уж они дикие все рабство египетское как бы произошло из-за того что даже не из-за того что они его бросили в колодец а то что они то есть они настолько ну как-то просто сказать черствовать характера даже может известность такая что они слышали этот наар он цурек цурек как он кричит из этого колодца и молит их это они сели есть хлеб вот это вот уже как бы совершенно непостижимая черствовать характер не черствовать Ну ладно, хорошо. Ну да. Вэшмар Рэвэн. И как бы услышал Рэвэн. Шэбэтор Бахур. Бахур. Бахур Хаш. Ахарайот. Который как бы в качестве первенца, старшего брата. Старшего, да. В качестве старшего он, что, Хаш. Что такое Хаш? Хаш, чувство Ахарайот, чувство ответа. Да, Ахарайот Хаш, очень слово тоже такое. Почувствую ответственность. Когда человек, например, не про нас будет сказано, но человек, то, что называется по-русски сказано, ему стало дурно. Как это сказать на иврите? Ухашбера. Когда там, не дай бог, кого-то в больницу привозят, например, из какого-то там заседания или еще, вот там хаветнесет Хашбера. Когда человеку ему стало дурно, вот это вот Хашбера. Окей? Хаш – это что-то типа Фил по-английски. Окей? А Харайот – это понятно, что это как всегда ответственность, да? В качестве первенца он чувствовал ответственность. А вот Ваяцелэу, ну я дам. И, значит, как бы выручил его из их рук. Пас его из их рук. То есть они-то по-простому хотели его сразу убить, просто реально убить. Говорят, что они, тоже есть Медраж, они там многими способами пытались, как бы, до этого. Наверное, собаку на него пустили. Собака, у них там обычно у этих пастухов какие-то зверские собаки. Собака его не трогала, потому что, как бы, там Медраж говорит, что эти собаки, они цедиким вообще справедливых людей, они на них не набрасываются. Они их боятся. Окей? Это не получилось. Собака, как бы, от него отошла. А он к ним еще ближе пришел. Ну, во всяком случае, они изначально хотели его просто убить. Реально. Лишить жизни. А он их спас. Значит, спас, спас, вот, от этой немедленности. Он предложил, вот он предложил другое. Он, да, предложил еврейское предложение, да. А вы омер, алло, не кэ, ну, на сэш. Не, как бы, да, не надо, как бы, ну, как это. Ну, на кэ от слова лэокот. Лэокот – это бить, убивать. Маккай – это удар. Не убивайте, не убивайте душу. Не надо не бить. Ну, да, ну, вот, если посмотреть с точки зрения пук здесь, вот это вот ну первое, это что такое? Ну, мы, Маккай. Первое – это мы, правильно. А вот это вот, вот эти вот, ну, в конце – это его. Его, ну, кэ ну, да. Кэ ну – это значит, не… Кэ ну – не убивем душу, не погубим душу. Правильно, я тоже хочу сказать, не погубим душу. Хотя это от слова лэокот, от слова Маккай. Окей? Лэокот – Маккай. А в Маккай срэнбл. Да, да. Так. Эйн лану цурэх бэ хирикто? Нет, харигато. Харигато. Его убийство. По-японски. Да, и вот это вот опять, этот ТАФ откуда? Так, где Харегато его, а Харега кто? ТАФ этот откуда? Ну, потому что там Гэй должно бы стояло Гэй. Потому что женского рода. А Рега – убийство женского рода. Поэтому для того, чтобы здесь появился ВАФ, то есть для того, чтобы поставить ВАФ, должно быть ТАФ. Харега. Нет нужды нам в его убийстве. В убийстве, правильно. Вот так вот. Харега, а, посчитайте, Харегато. Да. Убийство его. Так, ВАЙОМЕР АЛЭЭМ РАУВЕН И сказал им РАУВЕН АЛЬТИШПЫХУ ДАМ Да не прольем мы кровью. Правильно. АШЛИХУ Вот то, ЭЛЯБОР АЗЭ А бросим ему вот в эту яму. Ну да, что убивать? Ну давайте. АШЛИХУ, который вот в пустыне. ВАЙОМЕР АЛЬТИШЛЫХУ ВАЙОМЕР АЛЬТИШЛЫХУ Правильно, правильно. ВАЙОМЕР АЛЬТИШЛЫХУ И тут же бросим его. Ну как бы руку на него не поднимайте. Типа того, что да. Не убивайте его другими словами. АЛЬТИШЛЫХУ И да, АЛЬТИШЛЫХУ И рука не будет, не будет рука на него. ВАЙОМЕР АЛЬТИШЛЫХУ osi Об쾌 АPLE АЛЬТИШЛЫХУ ТОЖЕ ХОРОШЕA ТОЖЕ ВАРЯТТИШЛЫХУ ТОЖЕ ВАРЯТТИШЛЫХУ ТОЖЕ ВАРЯТТИШЛЫХУ Так довольно цинично сказал. Чего нам руки марать? Давайте бросим его уямо. АМАЕП ДЖЕСТЬ ХОРОШЕ КОТОЛЬШЕ П ПЕГЛОЖЕНИЕ братьевники еще, тебе вообще окей да, как-то прям, я не знаю, как-то ну да, мороз похожий вообще-то надо человека возненавидеть только за то, что он смотри, там есть всякие объяснения, что он был у него типа Дина Рудефа Дина Рудефа был, есть такой Дина Рудеф я знаю, то есть когда ты ну да, Дина Рудеф, человек, который представляет смертельную опасность для других людей, его можно убить но я знаю, мы говорили, что дескать, у них был перед глазами примеры предыдущих поколений, что там какой-то один берет все Шмаэль да, да, да а вдруг отец сейчас Иосифу сделает свою единственную ну да, он очень хорошо он считает, что он все заберет, все в будущее ну это все мидраж, по простому смыслу ну да, по простому смыслу ну да так, так, я мог в таком родном году не умрет от наших рук не от наших рук он умрет да не на нас будет его убийство ну да и здесь говорится, что пришло на ум ну да, то есть дальше идет развернутое объяснение какая была мысль у Руси ну да вот это как да на ум пришло да, да Леман Ацель отцом меня дам да поскольку выручил ну хотел выручить его язык и вернуть его отцу ну это не очень понятно я не очень это понимаю сейчас, видимо, будет объяснять если он хотел его бросить в борт чтобы он там умер от голода причем тут вернуть его к отцу вы имеете ввиду он им так сказал а сам-то он думал что они отвернутся ну типа да типа да типа да типа да но сейчас что называется наверняка будет объяснять Шутав 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 я поняла Шутав Компаньон да так Бэйватам Акаша Акаша она женского рода Акаша Шэль Шарах Ахи правильно поскольку что Улай может быть Улай может быть возможно возможно Рувен не был участником Компаньона вот этой вот тяжелой ужасной вражды остальных оставшихся то есть к нему все-таки по-другому может быть относился к чему именно он сказал да Умешум Умешум Камешум Кахпаль Тахила Але так препятствовали Мене 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 Я это воспрепятствует Препятствование да Орегат 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 Йосеф Да А поэтому Пахила как бы Пахила это сделал Пахила это как начало положил начало Вот Ках Лахар Микен это вот это ты говоришь Нет А Да-да-да-да Кахпальт Хилла Да-да-да Так он действовал в начале правильно Положил начало как бы ну препятствовало Но это очень положительно в отношении рук после этого попробует попробует убедить 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 Лешихна Лешихна убедить их убедить их Шехну это убеждение правильно Убедить бросить его значит в эту самую яму Митох исходя из мыслей Ну исходя как бы из идей о том мысли что выручит его отсюда и вернет его домой Правильно Но это очень как бы положительно в отношении Руэна Окей Ну там да есть на гараже что он там задевался и в общем куда-то отмечался А они в это время его продали и все это провернули Ну все вот он до них дошел Вот пришел Иосиф к братьям Я вшиту Я вшиту Я вшиту я думал Ну левшот это раздеть Аня 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 По-моему у Ани внезапно пропал интернет Аня раз Аня два Аня три У Ани пропал интернет Но я думаю что Аня к нам вернется Давайте я вот может быть Аня успеет вернуться А я Аня Аня подхвачу то что где Аня остановилась и быстро дочитаем до конца И было когда пришел Иосиф к своим братьям Ну а вы спрашивайте что-то непонятно пожалуйста Я вшит Иосиф кутан то да вот Аня вылетела сейчас я думаю она вернется и раздели Иосиф от его вот этих кутон это Ну одежда Ну одежда А ты здесь? Я здесь А что-то ты замолчал на какой-то момент Да Один вот эти самые Подвес интернет Кутан Ана то Это кутон это опасимо ашеролав Вот эта пестрая полосатая одежда которая на нем Да Особенно какая-то специфическая одежда у меня была Да Или разноцветная полосатая то ли такая самая Да Вышли Ху это Абура Абура Взяли его и бросили его в эту самую Я Да Я только не могу не сказать вот это вот слово ее вшито Здесь по-простому они его как бы это и фильм простой да вшит Очень в современном иврите это пшита Пшита это поправьте меня как говорить когда например там полиция устраивает обыск куда-то правильно ну типа облавы вот что-то такое да вот это вот пшита называется это то что делают когда там дома террористов или еще это так говорится а миштара или там цова пашта это вот устроило так сказать облаву ну вообще распространилось да в данном случае это я вшит это действительно как бы сняли с него одежду хотя на современном рите так не сказали бы а сказали леориду мемена опять это же слово леорид которое упоминается очень часто то есть просто сняли с него одежду это леорид бакадим или здесь такут здесь написано я вшит окей разделе разделе дословно разделе окей ну дальше ну да так вы а вы а вы да и объясняется и писать мэйр поясняет а слово ара это примечание иарат шулайм это то что сноски когда человек в орде пишет да например он хочет сноску поставить вот это называется иарат шулайм наир это когда ум и ир он ему что-то такое вставляет да дальше знаменитая фраза а я вам была пустанет не воды ну да что вам кажется странным в этой фразе ну два раза повторять раз пустой значит ну да это как бы всегда известно что в Торе как бы не бывает но грубо говоря тавтологии то что называется если он пустой так понятно что у него нет воды это конечно тут напрашивается если он в нем нет воды значит в нем было что-то другое есть что-то другое ну вот Раша пишет там комментарии то есть то были в нем змеи и скорпионы ну да это из этого кстати выросло по-моему русское выражение свято место пусто не бывает хотя может быть это не свято ну да то есть пустого места не бывает в природе то есть идея это тоже часто говорят фраза она стала такой ну как это пословицей то есть это означает что если человек как бы создал какую-то ситуацию когда вакуума не бывает она заполнится какой-то гадостью то есть ты не должен оставлять как бы человека или вообще что-то в каком-то вакууме когда это будет ситуация то есть воды в нем может и не будет но гадость в нем всякая нарастет окей дальше не ясно в какое время происходило это событие ну да происходило можно сказать кора мы уже видели это слово но есть различие между кора и между ира ира это событие и еще есть тоже похоже словится мэ ура это тоже все по-русски происходит как событие даже мероприятие может быть да ну гораздо более простое это кора да ира это здесь произошло да а да ира это произошло а кора это случилось вот я бы сказал так окей оваль хорошо оваль киван шуицу лэмер лэмер э правильно но что они ушли на поскольку ушли они на на пастбище да так нерэшу айта зуб хилат акаец да алейхоль амэухар да алейхоль амэухар похоже что это было начало лета не 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 поздно да самое на самое позднешем может быть конец лета хилат хилат в это время в этот период возможно все еще найти ямы в которых находится дождевая вода но только икмалу это наполни наполнится в конце лета еще есть возможность что как бы да нападет туда да они возможно они отказались получается но они беспрепятствовали в смысле они что не сделали утопить его утопить его они нашли как бы по простому смыслу нашли пустой поэтому это было в конце лета почему потому что когда начинается осень дожди пустого уже не найдешь поэтому самое позднее что может быть это конец лета потом начинается осень и все эти бород они заполняются водой окей опять же мы говорим раши все время он слиха штензай все время как бы накладывает очень прямую как бы сетку поэтому естественно он не приводил этого медража всем известного дальше может быть оставим до следующей фразы нет проблем нет проблем нет проблем нет проблем хорошо как раз вот на этом месте вот эта вот ужасная фраза ужасная фраза про которую я говорил мы на этом останавливаемся как можно когда они слышали что этот нар он там кричит вообще спасите спасите а они закусывают и это вообще уму непостижимо окей ну хорошо все тогда давайте на этом остановимся сегодня читала замечательно Аня я надеюсь что остальные отслеживали и следили и в следующий раз разы будут тоже читать вместе с нами соответственно шаво тоф вот суббота только что кончилось хороших хороших новостей во всем мире в Израиле были освобождены все похищены чтобы больше солдат и не погибали чтобы не было терактов чтобы полная победа Израилем окей мира во всем мире скажем так всем счастливы до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...